привет сегодня сегодня мы все еще сидим в солярном портале с вами и рассматриваем темы которые в течение года я замяла и одна из этих тем рептилоиды наконец-то я до них добралась вообще изначально все эти темы ченнелинг тра-та-та мне были не близки я-то люблю классику зависнуть с каким-нибудь классическим текстом поэтому мне потребовалось время чтобы влиться в новые круги а делать это нужно потому что вся движуха это протекает сейчас здесь у ченнеллеров и у рептилоидов завоевывают они нас или не завоевывают узнаем мы сегодня и так я прочитала фольклористических книжек статей никлюдова этого который про все пишет как его про разных существ я под накачалась что там фольклоре оборотней принято что у гибридных существ короче теперь я могу экспертно подходить к вопросу рептилоидов и короче мне давно уже соседней палаты говорит посмотри секс рептилоидов да да посмотри потом нет я параллели готова его пользу его посмотрю вот спустя год я наконец его посмотрела как раз вышло новое видео у кассиопея про этих как раз вышло новое видео кассиопея про рептилоидов сейчас его вместе оба оба обозрём оба разве обозревать обозревать обозреем обозреем так говорят кассиопея вообще молодцы они на все на все темы снимали видео а то зайдешь к конкурирующим организациям тут нет там нет здесь что-то мямит бу-бу-бу короче начнем с теории потом перейдем к кассиопея и другим контактерам которые освещали вопрос рептилоидов естественно фольклоре животные элементы оборотни гибридные существа богато представлены и тем и рептилию любят юзать рептилии вообще отличный материал для фольклора потому что они и непонятные и холодные и живые в общем они легко залетают зону сакрального и там уже можно по-разному к нему относиться и обожествлять и в демоны их запускать в общем класс фольклор такой очень любит и в разных культурах рептилии присутствуют и черепахи которые держат мир и кундалини как олицетворение мистической силой и драконы то добрые то злые в общем все там весело с рептилиями и всякий змей горыныч огненный змей который в виде мертвеца приходит к женщинам сейчас сейчас я скажу огненный змей в русских крестьянских быличках огненный змей обретающий облик мертвеца и вторгающийся в мир живых людей огненный змей вообще бодрый товарищ он оборачивает в мертвеца и ходит в виде мертвеца в мир живых людей а человеке который становится жертвой контакта с потусторонней нечистой силой говорится односложно часто змей огненный является ипостасью черта который принимает облик умершего или находится в отлучке мужа или любовника по которому тоскует женщина то есть это еще эротическая фигура а я поняла видимо оборачивается в родственников которые умерли вот в статье про индивидуальные галлюцинации как факт этнопсихологии госпожа очередникова рассказывает такие истории как кто-то умер в семье и кто-то из родственников начинает видеть этого умершего человека он к нему приходит и с ним взаимодействует в 12 ночи является он прошел к столу и смотрит на мне а потом то есть что на меня смотришь дай поесть а я говорю вон чашка стоит хлеб с молоком там остались а он ты встань подойди да да и свекровь услышала а его то голос она не слышит а слышит меня спрашивает свекровь меня ты с кем разговариваешь я с митей частотные истории когда тоскует кто-то из членов семьи по умершему члену семьи и ему начинает приходить фольклорных мотивах это облекается в такую форму что существует огненный змей который превращается в этого мертвеца и если все заканчивается благополучно то этого огненного змея изгоняет и вот этот вот гештальт у человека который тоскует закрывается и все проходит и в этом исследователи видят психологическую роль фольклора что он помогает таким образом справиться с званиями такая народная психиатрия если человек продолжает жить в галлюцинациях иллюзиях что к нему ходит мертвец то в обществе он будет считаться поехавшим и это будет считаться болезнью а если это такой эпизод где пришел змей потом его изгнали он ушел и все возвращается на круги своя то будет считаться что все нормально с человеком черт бы приходил бы приходил и ушел это следовательница довольно много собрала подобных историй была у нее информанка валентина иванна с разного рода галлюцинациями с детства девочку мучили слуховые галлюцинации впоследствии она стала объяснять эти ощущения присутствием домового в подростковом возрасте впервые показалось что мягкая лапа коснулась ее тело родители считали что это болезнь а валентина иванна до сих пор считает что ее с 11 лет с ней тусит домовой одно время он со мной заигрывал так вот шутя то прикоснется то западал дернет домовой выходит с хозяйкой из дома на улицу ну как собака только не видно одна из галлюцинации валентина иванна напоминает ощущение икотниц и со мной произошло интересное с меня вышел какой-то дух с криком в 12 часов ночи мужской как бы отделилась от груди и через катар крик вырвался и через неделю дом никого не было я зашла в комнату дымка такая стоит голубая такой приятный запах и вдруг я стала задыхаться и этот поток прямо вошел в общем тина ивана стала считать себя избранной посвященный в таинство ну короче если с психиатрической точки зрения смотреть то мы конечно видим такое медленное развитие шизы появляются галлюцинации иллюзии навязчивые идеи бредовые идеи кентар о 25 лет обучался в токийском университете но бросил учебу не закончив его на своем велосипеде он мчится вперед всегда открытым знанием и впечатлением кто знает возможно однажды именно он спасет мир в целом в культурах такая тема что поощряются такие моменты когда это какой-то эпизод даже если это шаман или медиум то существуют определенные ритуалы ритуальное пространство когда в него входит это дух или когда он взаимодействует с этим духом ради определенного ритуала а если это происходит вне ритуала то уже в обществе будет скорее всего считаться что такой человек что я еще хотела сказать из фольклорного есть и другие подходы к фольклору и как к нарративной практике коммуникативному элемент в культуре и дидактически педагогическому но нас сейчас больше интересует психология психиатрия такое подход естественно тоже существует еще чарльз пирс писала таком такой философ который высказал практически все идеи которые стали довольно модными но цитирует почему-то него а других чуваков которые значительно позже их высказали но что же так бывает короче пирс говорил про проекцию опыта на внешние объекты фрейдийская естественно идея что значительная часть мифологического миропонимания глубоко проникшего в новейшие религии эта психология проецируемая на внешний мир юнгианская психология тоже таких тем касается юнг считать что человек сталкивается с определенными проекциями и примитивный интеллект не изобретает мифы а переживает их как архетипы да 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 автономные элементы бессознательного соответствуют коллективным структурным элементам человеческой психики для этнография ближе версия фрейда потому что она в духе культурного релятивизма а для ченнелерской версии наверно ближе версии юнга такая вся блея в еще везде архетипы везде проекции тра-та-та универсализм единая истина это модная эзотерика любит у нас но и андес тоже фольклорную фантазию считает проявлением бессознательного проявлением тревог страхов ну а про мотивы которые так любят структуралисты он говорит что все систематично и шаблонно и фольклор везде однообразен вот такие дела еще пытаясь найти мотивы которые у нас сейчас вылезут с эзотериками я смотрела темы про оборотней оборотней гибридных существ в теме оборотней там тоже куча разных видов и в разных культурах по-разному устроено оборачивание бывает что с человеком что-то случилось и он начал оборачиваться в животном бывает наоборот животным что-то случилось и он начал оборачиваться в человека в китайской традиции есть тему что животные которые прожили больше чем следовало начинают оборачиваться европейских традициях есть темы что люди начинают оборачиваться обычно это связано с тем что или роды как-то протекали не так или некрещенные ребенок или умер ребенок, утопился, не утопился, как это, утонул. Ну и отношения тоже в культуре разные в зависимости от этого. У детев, например, тема, что человек сливается со своим тотемным животным, и это супер круто. Ну что, все, вроде мы достаточно уже поднакачались теории. Давайте перейдем к нашим контактерам и конспирологам. В конспирологии идея рептилоидов попала во многом благодаря Дэвиду Айку с конспирологической теорией о том, что рептилии захватывают мир, и они уже среди нас, и мировая элита это уже рептилоиды. Я, правда, не до конца еще разобралась, они кто-то типа оборотней, или это рептилоиды, которые подстроили свой облик под человека. Вот этот чувак рассказывает про актеров, бизнесменов и всяких влиятельных публичных лиц, у которых обнаружились признаки рептилоидов, он считает, что рептилоиды подстроились максимально под человека, и сейчас идут окончательные правки, но рептилоиды пытаются убедить человечество, что эти отклонения, которые есть у рептилоидов, это на самом деле красиво и правильно. Видимо, к этому идет модельная внешность, наклон уха, когда прилегающая мочка у человека к уху, это тоже у них считается у этих конспирологом признака репти... рептилоидизм. Многие фанцы считают, что они увидели, что Джастин Бибер превращаться в огромный рептилоид. Повторяющийся поведен, что у него было огромные скалы вокруг его тела. Короче, наклон, мочка, это у него было самое явное, и он показывал модельные показы с моделями специфического вида, говоря, что вот это рептилоиды, они пытаются навязать свои фенотипические признаки, чтобы их воспринимали как нечто элитное, потому что они же хотят править миром, конечно же. Свойство мухомора состоит в том, что если его начинать принимать, личность человека потихонечку вытесняется личностью мухомора. Октябрьская революция делалась людьми, которые много лет употребляли соответствующие грибы, и люди становились грибами. То есть я просто-напросто хочу сказать, что Ленин был грибом. И, кстати, туда же он привлек клоунов, что клоуны всегда были влиятельными чуваками, они делали такие, я такой странненький. А на самом деле это вот так рептилоиды вливались в общество и начинали влиять на правящие круги и подбираться к этой власти. Так что массовая шизофрения, мы тебя раскусили. Вспомните хотя бы такую древнюю профессию, как придворный шут. Их влияние со времен средневековья ничуть не уменьшилось, а их роль на мировой арене так вообще стала ключевой. Что же происходит в модной тусовке? Ченнелеры, регрессологи, кто у нас там еще модный? Эта тусовка поделилась на два лагеря. Есть регрессологи, целители, мистические люди, которые за большую цену могут избавить от всех проблем, которые с радостью находят этих рептилоидов, что они или присосались, или вообще внутри где-то поселились и живут. И за приличную цену эти специалисты могут от них избавить. А есть другой лагерь, и к нему принадлежат контактеры, пока что из того, что я посмотрела, которые говорят, да фигня, это все, это просто один из видов, и рептилоиды есть и добрые, есть и злые, у них есть стремление к власти, но у кого такого стремления, скажите, на милость, нет. В последнем видео у Кассиопеи как раз встретились оба этих подхода. Пришла коренькая женщина, которая 56 лет, которая с 4 лет страдает рептилоидами. К ней в 4 года кто-то пришел, порылся внизу живота, и с той поры она пытается избавиться от рептилоидов. Только избавиться от рептилоидов у нее находят медуз, вытащат медуз, у нее находят спрутов. В общем, все время какая-то живность остаточная остается, и никак ее до конца не могут вычистить. Вот такие вот дела. В 4 года во мне зашла энергия в матку. До обращения к нему не знали, что у вас рептилоиды? Конечно, нет. Вот так, жил себе человек, жил-нет, жил, а потом окажется, что у него с 4 лет рептилоиды. Кстати, формат видео очень интересный, мне нравится. Мы можем наблюдать, как происходит сама работа, как Ирина работает, она совершенно другая в этой ипостаси. А когда они вас смотрели, что вы чувствуете? Прям расследование же там происходит. Кто нашел? Кого нашел? Когда нашел? Детективы прям рептильные. Класс! Я просто напряженно была. А когда они меня почислили, они там рептилоида нашли засохшего, вытащили его. Слава Богу. Ну и дальше посмотрели, почему там муж ушел, почему я болею, как бы вот все. Мне значительно легче стало. Насколько? Времени. А, на сколько времени? Ну, психологически мне, конечно, стало лучше. Очищали просто. А они сказали то же самое, что те... Да, да. Ну, а как же они могли сказать то же самое, если рептилоиды уже вытащены? Это рептилоид вытащен. А эти нашли, что рептилоид был с медузами вместе. В общем, эта женщина настрадалась, пока весь животный вир из нее вытаскивали. В общем, скучать этой женщине не приходилось. Ну, надо что-то еще, потому что еще что-то мешает. Я потом обратилась вот к этим девочкам, они у меня нашли иклинки от этих прутов. Ну, слава богу, еще что-то нашли. Наверное, это удобный такой механизм избавления от тревоги. У тебя нарастает тревога, ты такой, о, наверное, во мне что-то сидит. Раз, тебе нашли. Я такой, о, фуф. Ну, слава богу, нашли все. И так до следующего прихода. А тут еще ты пришел, слава богу, ты пришел. Слава богу, ты пришел. Сразу стало хорошо. Откуда они взялись, ваши матки, какие-то спорты? Вот они вошли, мне она сказала, три года. Откуда вошли? Ну, матку начали откладывать в три года, она сказала. А откуда они появились у вас? Ну, где же мы их видим-то? Ой, Женька, какой ты непонятливый. У Косиопея идея с рептилоидами, что они, в принципе, это мирные, но есть там некоторые пираты, которые могут похищать людей и пытаться их насиловать. Но им это тяжело сделать, потому что размеры физических органов разный. Так что тут у Косиопея прагматичный подход. Если что-то внутрь попало, нужно было это как-то туда положить. Все на чипы и на подключки. Так у меня тут выпал кусок с камеры. Ох уж эта техника. Когда мне уже Ютуб что-нибудь заплатит, чтобы я купила нормальные камеры? Короче, там была тема, что регрессологи все время находили у женщин посторонних существ. То это был рептилоид, то медузы, то спруты. В общем, все время кого-то еще находили, которого недовычистили и вычищали. Беря за это определенную сумму. И в этом ролике мы видим, как работает Ирина. Это тоже определенный процесс с определенными стадиями. Сначала идет часть сбора анамнеза. Такая слегка прессующая. Мы включись уже. На гумбу. Она работает. Когда вы обращались вообще, как второй или к первому. Так, а вот с каким женщинам летом этим? То есть год разница. Ну вот вы обратились к первому Павлу, правильно я понимаю? Да. Да. Вы без него до обращения к нему не знали, что у вас рептилоид? Конечно нет. Нет, да? У вас, дорогуша, рептилоиды. В общем, выясняли, к кому обращалась, что чувствовала, что произошло. В общем, у этой женщины, я так понимаю, нарастает тревога. И когда она кому-то приходит и ей что-нибудь изнутри достают такое мистическое, ей психологически легчает. Но физические проблемы от этого не исчезают. Но ведь ему психологическая разрядка все равно нужна, и женщина все равно к ним приходит. Следующая стадия этого сеанса. Вы какие-нибудь мои видео смотрели? Ну, конечно. Я подписывала на ваш канал. А вы смотрели видео чипы подключки рептилоидов? Они проверяли меня все на чипы и на подключки. Вы не ответили на мой вопрос? Нет, не смотрела это. Очень жаль. Нужно вам посмотреть видео чипы подключки рептилоидов? Хэштег Ирина абьюзит. Следующая фаза такого, первая фаза была выяснение, что произошло с некоторым давлением. Вторая фаза такие, а таташечки, видео не смотрел, к лохам каким-то пришел. Следующая фаза. Ну, отлично. Значит, что я вам могу сказать? Это специальные люди, регрессологи, которых цель не помочь человеку, как бы мне теперь так помягче сказать, найти у него проблему, от которой можно почистить и причем сказать, что почистил и без всякой проверки. Ну да, получается, да. Следующая фаза напряжения идет на спад. Такая, окей, рассказываю, регрессологи были неправильные, рептилоиды никакого нет. У меня просто нет информации, поэтому я... Я тут не права, а по них. Ну, это ихня карма. Нет, не только их карма, еще и ваша ответственность. Вот за что люблю Ирину за то, что у нее есть, видимо, какая-то врожденная грамотность. Она говорит их, она грамотно пишет, она расставляет знаки препинания просто. Аллилуйя. Вы не хотите брать ответственность за себя? Вы хотите деньгами все решить? Почему? Почему я... Нет, вы не правы. Я делаю зарядку. Здесь уже градус агрессии немножко снижается и появляются темы продвинутой эзотерики про ответственность. Менее продвинутая эзотерика это сплав с популярной психологией о всяких детских травмах, как ужасное недуховное окружение не дает жить высокодуховным личностям. А следующий этап уже понимание, что вообще-то никто ни в чем не виноват и ответственность за твою жизнь лежит только на тебе и вот эти вот нюни, что кто-то там недолюбил, недопомог, что кто-то там на тебя плохо подумал, ни к чему конструктивному не приведут. Короче, в этом сеансе Иринина напряженность постепенно рассеивается, человек успокаивается, что нет никаких рептилоидов, проблемы надуманные, проблемы здесь рядом, это что-то из-за разряда тоски по матери, какие-то недозавершенные отношения с матерью и заключительная фаза. Ой, я прям чувствую присутствие. Я тебе говорю сейчас, ты моя маленькая девочка, я тебя люблю. Да, это я чувствую. Я наполняю тебя. И в конце, видите, как трансформируются отношения, уже они общаются на ты, уже нечто типа родительского переноса, я тебя люблю, любовь, я тебя принимаю, любовь, свет да любовь, и все, человек расслабляется. Практически современный обряд перехода от, через жесткие моменты, какие-то проверки, какие-то испытания, жесткие темы, а в конце все разрешается, все довольны, человек выходит на новый уровень, старые заботы остались в прошлом, и теперь у него вот такая вот новая жизнь. Вполне себе жизнеспособен такой ритуал, и по отношению к рептилоидам мы видим оба подхода. Есть вот эти регрессологи, которые считают, что все зло от рептилоидов, они каких-то личинок сажают, и вообще такие злобные товарищи. И отношения ченнеллеров, которые по сравнению с регрессологами выглядят как глаз разума, которые считают, что все загоны это заблуждение самого человека, а внеземным цивилизациям, рептилоидам до этого дела и нет. В целом, насколько я вижу, это распространенный подход у ченнеллеров. Западных ченнеллеров я посмотрела, у них тоже рептилоиды шлют послание, что они никакого деструктива не хотят, это на них все наговаривают, и рептилоиды вообще милые и душечки. Есть еще эфир у Ирины про рептилоидов, где выясняется, что это вообще плазмоиды подставляют рептилоидов. Ставят различные каналы там для забора энергии или да... Короче, все подстава. И рептилоидов наших оговаривают. И последнее видосик, который мы разберем насчет рептилоидов. Кассиопейцы обсуждают сексуальное поведение разных внеземных цивилизаций. Там тоже приходит рептилоид. Это вообще бодренький ролик. Туда пришла вся элитная верхушка кассиопея. Меня зовут Владимир Гольштейн. С нами здесь, конечно же, Ирина Подзорова, Максим Русан за кадром. Ну и сегодня все мы занимаемся сексом. В хорошем смысле этого слова. Все инопланетяне собрались и даже какие-то новые туда подлетели. И рептилоиды все пребывали в хорошем расположении духа. Представь рептилоиды. Привет! Это кто? Рептилоид к нам пришел или нет? Да. У меня шею свело, поэтому... А кто? Кто? Минут на это 10 шею сводит или что-то такое. А потом вспомнил. Это рептилоиды у меня так чувствовали. А он уже засушил. Они такие все милашки в этом видео. Раскрылись для меня все с новой стороны. Рептилоиды у меня так чувствовали. А он уже засушил. Как зовут? Ну, они там действительно разошлись. И про позы, и про прелюди. Нормально, отожгли. Когда начинаются неэкспертные суждения восточной философии, это всегда очень заветно. Даже когда это профессиональный чувак в другой среде, специалисты по другим культурам, не восточным, обращаются к восточным сюжетам. И всегда это очень заметно, всегда это очень наивно. И... Ну, просто... И здесь произошло то же самое. Здесь они обсуждают вопросы кундарине и тантры. И опять совершенно не туда. Межзвездные гости не понимают, что такое тантра, что такое кундалини. Да, с адаматом. Ну, теперь мы знаем, кто виноват. Возможно. Они питаются этой энергией, которая выходит соединенная сексуальным желанием и возбуждением в теле. Там же она уже начинает циркулировать, то, что вы называете кундалини. Но кундалини это не возбуждение и не энергия, связанная с возбуждением. Тантрический период, это средневековый период в Индии примерно века седьмого по век пятнадцатый. Поздние тексты, датированные семнадцатым веком тантрически. И там огромный массив знаний и течений. Есть тантра левой руки, где есть сексуальные практики. Но это меньшая часть всей тантры. В подавляющем большинстве опанишат нет, нет вот этого всего. И европейская сексуальная тантра это переработки малой части тантрического знания средневекового. Идея кундалини, поднятия кундалини действительно идея тантрического периода средневекового, но она совершенно не обязательно связана с сексом, сексуальной практикой, сексуальной энергии. Ну это продукт во многом и вашей цивилизации, то есть вы изучали ваши ну как бы короче там будьте медленно короче тантру опять спихнули на плазмоидов люди которые занимались сексом друг с другом это было включено в древние ритуалы как бы плодородие соединение с их богами то есть которые мы называем плазмоидами про тантру энергию плодородия это конечно не совсем загнули тантрические практики направлены на внутреннюю алхимию тела трансформацию тела тантрические практики довольно закрытые малочисленные пробиться в эти круги было тяжело это маргинальные сообщества моменты бытовой жизни плодородия и вырастет ли сахарный тростник им были совершенно неинтересны и постепенно разработалась такая серия ритуалов из которых только потом по вследствии получилось то что вы знаете как танцу то есть вообще-то все было источностью наоборот как раз догматические элементы в официальных религиозно-философских структурах напрягали и народ хотел больше практики естественно со временем ритуал все равно появляется и потом придумывается что-нибудь новое чтобы опять от этих ритуалов отходить чтобы система динамично развивалась появлялась что-то новое но появление тантры это попытка отойти от религиозных догм и переход в практику в основном это соединение с определенными формой порталами существами которые есть ну и есть и с духовным миром то есть и с выходом в духовный мир опять у меня звездного союза не хватило знаний есть например буддийская тантра буддийские направления есть например буддийская тантра буддизм вообще отрицает божества и духовный мир насколько я изучала в Мингоскове очень много поводного влияния на это Мингосков какой-то двоечник по какой теме он не высказывается все Мингосков какой-то двоечник он все изучал но ничего так и не изучил по любому социальному вопросу и он демонстрирует он к сожалению демонстрирует полное невежество ладно все сейчас буду ругаться когда начинается дезинформация по востоковедческим темам меня начинает бомбить так что все меня надо удерживать мы же все-таки в Нью-Эйч-эзотерике а там все трактуется как угодно так что ладно не будем занудствовать о чем я уже съехала с темы рептилоидов короче в Кассиопе тема что это плазмоиды подставили рептилоидов приходят какие-то некачественные плазмоиды которые все валят на рептилоидов но и у Кассиопе есть только темы что человек мог воплощаться в каких-то рептилоидных цивилизациях и поэтому у него может быть больше властных качеств потому что у рептилоидов есть эта властность но также замечает Кассиопе эти властные качества могут появиться независимо от предыдущих воплощений в рептилоидных цивилизациях и вообще практически все когда-нибудь воплощались в рептилоидных цивилизациях и ничего в этом такого нет и рептилоиды душки и все да короче такая вот двоякая тема в современной эзотерике есть регрессологи которые все валят на рептилоидов есть ченнелеры которые говорят да все нормально нормальные рептилоиды вспоминая мануал по ченнелингу у них вообще есть такая идея что любой контакт это дело приятное полезное и никакого зла контакт нести не может потому что другие цивилизации только хотят нашего развития и и вот так вот что-то у меня еще было припасено но мы так давно с вами сидим оставим в следующей серии рептилоид подкаст сегодня мы узнали некоторые фриклористические сюжеты и теории посмотрели отношения к рептилоидам у конспирологов у регрессологов у эзотериков общались с рептилоидом силбета поняли что он как и все инопланетяне не очень образован ну может в других вещах они более образованы кто знает они-то все-таки десятилетиями в университетах не обучались у них духовная математика и должно же у нас быть какое-то преимущество правильно посмотрели как Ирина проводит сеанс посмотрели как занимается сексом вся правящая элита костяпия ну все аппетит меня покинул куда-то пойду нагуливать покеда от Cena возьми стены по дайм наверх ходи а вод Продолжение следует...